Я думаю, что в самом начале у меня такое было. Вот сейчас я уже подуспокоилась. Я думаю, что все женщины, которые хотят стать организованными, которые хотят стать хорошими хозяйками, все через это проходят. То есть появляется такой синдром у тебя тетки-уборщицы. Я только пол помыла, куда ты пошел? Это нормально, когда семья не ходит в ботинках по полу, но всегда можно перейти на крайности. Это анекдот такой есть. Два мужика разговаривают, говорят, а что ты с женой развелся? Говорят, да она сильно порядок любила, мне это не подошло. А что случилось? Ну ты понимаешь, я ночью пошел воды попить, прихожу, а уже постель застеленная. Через это все проходят, до крайности всякие бывают. Вот сейчас я стараюсь планировать. То есть планы – это хорошо. Если я планирую, то я создаю обстоятельства. Я не жертва обстоятельств, а я создаю обстоятельства. Вот и у меня больше шансов все-таки успеть больше, потому что я уже об этом подумала, я уже записала, я знаю, чем мне заняться. Но в то же время я стараюсь смотреть на обстоятельства, смотреть на людей, которые рядом со мной. Я считаю, что люди важнее планов всегда. И я стараюсь учиться не подгонять. Но я знаю, что такой момент всегда может быть, особенно когда утром там собраться в школу надо. Я стараюсь всегда, если я начинаю подгонять или как-то нервно реагировать на то, что кто-то не так что-то делает дома по хозяйству, я сразу думаю, окей, а почему так произошло, что нужно поменять? Я подгоняю детей, они там не успевают что-то сделать, значит нам нужно раньше вставать. А если мы хотим раньше вставать, значит на полчаса нам нужно раньше лечь. А чтобы на полчаса раньше лечь, нужно там на полчаса раньше начать собираться спать. То есть я сразу же откатываюсь назад и пытаюсь понять, что я могу сделать, чтобы спокойнее проходило это время. Поэтому этому надо учиться, я этому учусь. Субтитры создавал DimaTorzok